Сцена номер 15, дубль номер 4. Мотор! Всем привет! Привет! Мы с Юрием находимся на Кипре и сюда мы прилетаем уже четвертый год подряд. В этом выпуске мы бы хотели рассказать о том, почему мы выбрали именно Кипр, что здесь такого прекрасного именно для велосипедистов, стоит ли сюда приезжать, куда именно и что необходимо знать вам, велосипедистам. Юра, почему выбрали именно Кипр? Потому что не так много мест, куда можно зимой поехать кататься на велосипеде и будет тепло. Это сейчас погода не очень, но у нас есть на это причина. Но обычно, в принципе, зимой можно поехать на Кипр, на Канарские острова, в Испанию, но там холоднее, чем на Кипре, в Таиланд, но там специфическое место для катания. А Кипр, оно такое самое понятное, близкое, с европейской культурой, недорого, близкое и удобно добираться. Да, отдельно бы отметил логистику, сюда ходят прямые рейсы с Киева и с Москвы, и стоят они совершенно дешево, буквально 15 евро, в буквальном смысле этого слова. Да, Вася экономный, Вася купил билет за 15 евро, я мажор, поэтому я купил за 17. У Визера также можно взять коп-инвентарь всего лишь за 1000 евро, если вы заранее покупаете, более чем за сутки, и туда впихнуть все свои вещи. Например, велосипед, инструменты, одежду. Ну, короче, все, что мне нужно было на 3 месяца, я впихиваю с собой в один чемодан, и вообще мне больше ничего не нужно. Ну, и отметить хотелось бы, что мы сюда летали не только потому, что удобная и хорошая погода, но и потому, что здесь не нужна виза. Раньше нужна была электронная виза для украинцев, сейчас можно лететь по безвизу, но дни, которые вы пребываете здесь, не считаются в Шенгенской зоне, что очень важно для таких людей, как мы, потому что мы очень много находимся времени на Кипре, а потом еще едем в Европу. Ну, а россиянам, кстати, которые летят с Москвы, им нужна тоже электронная виза, которая делается буквально за несколько часов, причем просто отправляется письмо на почту, и она ничего не стоит. Очень удобно, мне кажется. Хотелось бы отметить отдельно велоинфраструктуру. Как по мне, здесь она достаточно развита. Водители очень лояльно относятся к велосипедистам и объезжают группу минимум за полтора метра. Если есть какая-то опасность, они не будут обгонять, ну, и не будут при этом сигналей. Правда, они очень редко показывают поворотники, но это никак практически не влияет на опасность движения. Мне, в принципе, здесь комфортно ездить, в отличие от Украины, скажем. Да, ну, чтобы было понятно, насколько здесь опасно ездить, меня за 12 месяцев не подрезали ни разу. За 4 зимы по 3 месяца здесь. И хотелось бы поговорить о том, какие здесь дороги, и почему мы выбрали именно Лимассол, а не другой район Кипра. Ну, вариантом, куда поехать, очевидных как бы 3, это Ларнака, Лимассол и Папаса. Это те города, которые находятся по южному берегу Кипра. В Ларнаке вообще делать нечего. В Ларнаке две дороги по равнине, и как бы все там тупо нерги кататься. Туда ездят три атлета, потому что они не умеют ездить в горах, либо боятся ездить в горах, я не знаю. Ну, короче, туда ездят три атлета. В Папасе проходят всякие гонки, многие хотят поехать в Папас, но то, что я видел в горах, в Папасе, гораздо менее интересно, чем то, что находится в Лимассоле. И выбор маршрутов, и качество дорог. Ну, вся велоинфраструктура в Лимассоле, мне кажется, гораздо более интересная. Тут десятки маршрутов в горах, есть направление вдоль моря в сторону и Ларнаке, в сторону Папаса можно кататься как угодно. То есть есть и равнина, и есть горы. Я еще отмечу, что для маутинбайка здесь есть трейловые трассы. Кипарисия, к примеру, там, где хорошо технику обучаться, технике езды на маутинбайке. Есть еще небольшие какие-то проселочные дороги, но если захочется поехать именно, потренироваться на маутинбайке, то лучше всего поехать в Левкару, это буквально в 30 километрах отсюда, либо в Тродос, в районе 40 километров от Лимассола. Загрузить велосипед в машину, и до туда добраться, и там кататься. Там, кстати, проводят соревнования в Левкаре. Гонку в Sunshine Cup, это одна из самых знаменитых гонок, одна из самых сложных четырехдневных гонок. И туда приезжают реально очень именитые гонщики, вплоть до чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Ну, к примеру, Ярослав Скулхавый, я думаю, всем он известен. Ну, в Лимассоле бы все-таки больше ехал за шоссе, чемпионка. Это более шоссейное место. Да, потому что Левкара это маленький городок, и там, в принципе, нет инфраструктуры, проще, на самом деле, добираться отсюда и жить здесь, нежели там. И причем это выйдет еще и дешевле. Ну, и гонок здесь реально проводят достаточно много. К примеру, к концу марта проводится гонка в Левкаре. В начале апреля проходит прямо возле Лимассола, вот здесь вот Аматус, тоже кросс-контрейная гонка. Проходит прямо вот сегодня проходит... Третий этап. Третий этап Грандфонда, это шоссейная многодневка, там собирается до тысячи с чем-то участников. Ну, в этом году меньше, около 300. Было заявлено на 700, но люди побоялись дожда, и около 350, по-моему, вышло на старт. Первый этап доехало с 800 человек. Да, тут еще проводят в предпоследнее воскресенье, прямо в Лимассоле, беговой марафон, там 5-10 километров полумарафон и марафон. Триатлон Ваянапи. Триатлон Ваянапи. Еще в ноябре, я смотрел, на Тродосе проводят какие-то соревнования. То есть, реально, в марте месяце, мне кажется, самое такое большое количество соревнований, в которых может принять участие велоспедист, шоссейник, там, маутенбайкер, ну, либо в марафоне сбегун. И еще здесь проводят в марте, бегают, ходят с этими штуками, карнавал. Карнавал, точно. День идиотов в Лимассоле. Мы этот день, на самом деле, не любим, потому что эти все люди мешают нам ездить. В Лимассоле можно найти несколько веломагазинов, в принципе, выбор, как мне кажется, достаточно великий, можно даже взять велосипед в прокат, но стоит это достаточно дорого. 25 евро в час в день. 35, 25 евро в день. Поэтому обязательно с собой берите лучше запасной петух, запасную камеру, запасной замок в цепи, чтобы здесь не покупать, потому что цены реально дороже, чуть-чуть, чем у нас. Не, камеру-то вы купите, если в этот день не будет национального праздника, какого-то очередного. Да, к примеру, сегодня и завтра магазин не будет работать. Ни один. Здесь они любят очень сильно отдыхать. Ну, и в ресторан, чтобы сходить, можно, в принципе, уложиться в евро, ну, где-то 20 на человека. Ну, если ты помнишь, тогда да. Ну, я беру такую большую тарелку с разнообразной едой, такой мизе, оно 15 евро стоит в лучшем баскете. Такой, кстати, ресторан. Советую всем его посетить. Ну, и в целом, на Кипре все рестораны очень сильно специализируются. То есть, если ты хочешь пойти поесть там в Дораду, ты идешь в одно место, если ты хочешь поесть в Сминогу, в другое, там, приветок в третье. То есть, нет такого места, куда можно пойти, и там все будет вкусно. Ну, в принципе, на любой вкус, на любой кашлятор здесь можно найти. Если вы хотите поесть там на тысячу евро, вы найдете где поесть на тысячу евро. Если вы хотите поесть там на 15 евро, вы тоже найдете где поесть на 15 евро. Мы себе готовим. Это несложно, это вкусно и неудобно. И, ну, так, немного, чтобы вы понимали, какой здесь бюджет. В среднем на человека здесь можно тратить около 10 евро и питаться, в принципе, Мясо, здорово, овощи, фрукты. Да, фрукты тут вообще, и овощи стоят там до одного евро килограмм. Мясо там по 3-4 евро килограмм. Рыба вот 8 евро за килограмм. Свежая, соответственно. То есть реально мы укладываемся на двоих там в 500-600 евро в месяц. Да. При этом нормально питаемся, абсолютно сбалансировано. Мы с Васечкой вдвоем живем гражданским браком в 5-й год. И пьем вино. Да, нам при этом хватает еще на вино и на противозачаточное, потому что береженого Бог бережет. Хотя в миллион я бы не отпугал. Блин, я его общу. Хотелось бы сказать о том, что Кипр это очень русский город, и скорее всего у Вас не возникнет проблем с общением. Скорее всего Вы сможете решить любые свои проблемы на русском языке. Что-то купить, заказать, пообщаться с какими-то местными жителями. Но, с другой стороны, если Вы хотите попасть в какую-то европейскую культуру, впитать ее, то, скорее всего, на Кипре это сделать не получится. Но есть плюс, можно сходить на концерт Стаса Михайлова или Филиппа Киркорова. Ну и поэтому не разговаривайте между собой на русском языке, если у Вас какая-то интимная тема. Да, да, да. Если Вы хотите поругать, сказать про кого-то, что он идиот, лучше это делать на ушко, потому что по-русски очень многие здесь понимают. И здесь один из минусов, что очень грязно за городом, да, в принципе, иногда и в городе. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что тут южане, либо потому что здесь много наших. Много наших в плохом смысле этого слова. И немного личного мнения. Как по мне, на Кипр стоит приехать хотя бы несколько раз, чтобы сложилось впечатление. Здесь мне очень комфортно тренироваться, несмотря на то, что иногда мы попадаем под дождь, как сегодня. Но этот день у нас особенный. И мы благодаря дождю выбрали, собственно говоря, на съемку, а не тренируемся. Надо тренироваться, уже надоедает. Три недели собраться не могли. Да. Но в этом году, кстати, на Кипре самая дождливая погода хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok